Подготовкой площадки для тестирования и организацией акций на курорте занимались Совет молодых депутатов при Городском собрании Сочи и Городское управление молодёжной политики. Всероссийский тест на знания истории Отечества состоялся уже в третий раз. Проверить свои знания в Центр развития волонтёрства пришли порядка 30 человек. Если на первые такие мероприятия мы приглашали актив, то сегодня ребята сами спрашивают, уточняют, когда будет очередной тест. Информация, конечно же, о них есть во всех соцсетях. Очень активно здесь нас поддерживает Совет молодых депутатов, и не только в том, в организации мероприятия, но и сами принимают участие. Основные правила акций – никаких гугл-помощников, подсказок и шпаргалок. Тест включал 40 вопросов. Их подготовили учёные Московского университета имени Ломоносова. Вячеслав Половников знает только школьную программу и в этой акции участвует впервые. Но студент профессионального техникума уверен, такая проверка пойдёт только на пользу. Правильное решение, чтобы произвести тест, попросить молодёжь понять, чего знают, чего не знают. На написание теста даётся 15 минут. Срез охватывал период с 882 года и по нынешнее время. По мнению молодых депутатов, участие в таком экзамене даёт возможность не только проверить и освежить уровень знаний по истории, но и открыть для себя новые странички из жизни родной страны. Депутаты городского собрания Сочи и Совет молодых депутатов сегодня будут принимать участие в этом тесте. Заодно проверим мы свои знания и, может быть, узнаем что-то новое. Это необходимо не только для нас, это необходимо для всех. Потому что страна у нас большая, расширенная, и надо знать историю. Не зная истории, как можно любить страну. Акция проходит в рамках кампании «Каждый день горжусь Россией». Принять участие в ней можно было и онлайн на сайте kdgr.rf. Результаты проведённого в Краснодарском крае тестирования будут известны 29 ноября. Что касается сочинцев, то с заданием они справились хорошо. В среднем 25 правильных ответов из 40. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.